Можно переводить, Валера из Киева, и будет служить Словом. Да, и Бог так все честно создал. Я хочу благословить ее. Валера Зигна, Господь, Благодарю тебя от всего сердца. Все то, что ты подарил нам нашего брата сегодня. Мы вчера его не знали, а сегодня он близит к нашему сердцу. Потому что ты тот, которого сродняешь. Слава тебе! Господи, благословляй его, благословляй его уста, его сердце. А больше всего благословляй Дух твой, святой, действующий в его сердце, через его уста, для всех служащих. Господи, помилуй все твои, произведи твою работу, произведи твое величие, твою славу, Господь, здесь, на этом месте, для тебя, ради имени твоего святого. Господь, я прошу тебя, во имя Отца, Сына и Духа Святого, как ты говорил, благословляй его. И спасибо тебе за все, что будет. Аминь. Спасибо. Аминь. Как дети? Спасибо. Слава Богу. Я благодарен Богу за то, что я могу находиться среди вас и служить вам. Я буду, Господи, поделиться от вас, и я буду служить вам поместной церкви Филадельфия. Наша церковь называется Филадельфия. Я буду Денером в нашей семье, которая называется Филадельфия. Она находится в Киеве. Она находится в Киеве. Когда будете в Киеве, вы должны обязательно к нам приехать. И если вы хотите, то, что вы можете найти. Филадельфия. У нас. Оставь, Голосевский 57, возле метро. Очень удобно. Возле метро. Улица Голосевский 57. Да. Голосевский. Я думаю, что это выглядит, но нет. Но метро, это все. У нас есть Сайк, в интернете. У нас небольшая церковь, примерно 540 человек и примерно 170 детей. Всех мест у нас примерно 700 человек. Вот такая у нас семья и мы все этой семьей служим Богу. У нас в нашей церкви есть украинцы, русские, также есть евреи. У нас в нашей церкви и все живут в единстве и в любви, потому что мы все верим в одного Бога. Мы благодарим Богу, что могу сегодня вам послужить. И тема моей проповеди называется «Служение Богу». В этом мире каждая вещь имеет свое предназначение. И в этом мире имеет значение, где мы сидим, микрофон, который мы используем, микрофон, который мы используем, и многие другие вещи. Они созданы для определенной цели. Они выполняют свою работу. И так же самое, когда Бог создавал человека, он его создавал для определенной миссии. Он его создавал для определенной цели. Бог дал человеку свободу выбор. И Бог дал человеку свободу выбор. И давая свободу человеку. Бог желает, чтобы мы добровольно свой выбор направили на выполнение воли Божьей. И сегодня мы все вместе присутствуем в этом Сале. Мы присутствуем добровольно. Потому что у нас есть осознание, глубокое понимание, что нужно прийти в Дом Божий, прославить имя Бога. Я благодарен Богу за то, что у нас есть такое осознание. И я благодарен Богу за то, что однажды каждый из нас принял добровольное решение, им служить им. И я буду читать послание к Римлянам. 12 глава. Это 12 капитал. И апостол Павел говорит о служении Бога. И я прочитаю несколько стихов. Где апостол Павел показывает, с чего начинается служение, а также он говорит, как мы можем служить. Итак, послание к римлянам, 12 глава, 1 стих. Обращаясь к церкви, с такими словами апостол Павел говорит. Итак, умоляю вас, братья, в милосердии Божьем, представить тела ваших жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашим. И не сообразуйте с веком силы, но преобразуйте с обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Итак, хочу обратить внимание на то, что апостол Павел начинает свое обращение со словом умоления. Апостол Павел усердно или настойчиво просит церковь служить Богу. Итак, апостол Павел руфт die Kirche sehr bestimmt und sehr eindrücklich auf, zu dienen. Слово умолять означает, что он просит со слезами. Dieses Wort «Аман» bedeutet, dass er mit tränen bittet. Слово умолять означает, что апостол Павел высвечивает важность идеи служения Богу. И то, что мы служим Богу, это очень важно. Настолько важно, что апостол Павел умоляет. И это очень важно, чтобы апостол Павел участвует на то, что апостол Павел на то, что апостол Павел на то, что мы служим Богу. Апостол Павел не говорит, что просто посвятите себя. Апостол Павел не говорит, что просто посвятите себя, Господи, или дайте свои тела, или дайте свои тела, но апостол Павел специально использует слово «Жертв». Он использует греческое слово «тесия». Er benutzt ein altes гречесches Wort «тесия», которое означает «жертвоприношение». И это имеет значение, что это значит, что это опция дать. Это слово использовалось в греческой Библии «Септуагента». И это слово использовалось в греческой Библии «Септуагента». И апостол Павел использует это слово в своем обращении в Церковь. И апостол Павел использует это слово, которое он использует в греческой Библии «Септуагента». Он говорит, что служение начинается с глубокого посвящения. И он говорит, что служение к Библии «Септуагента». И каждый еврей прекрасно понимал, что такое жертвы для Господа. Он понимал, что такое жертвы для Господа. Это полная отдача себя Богу. Когда приносилась жертва в храме или в скинье, человек прекрасно понимал, что он все отдает Господу. И апостол Павел проводит своего рода символизм между жертвами в храме и нашими жертвами, нашими служениями. И апостол Павел использует эти параллели как символы, что он сравнивает, что наш служение должно быть подобно жертвы для нас в храме. Что наш служение должен быть подобным жертвам в храме. Теперь мы понимаем, почему апостол Павел умоляет церковь служить Богу. И поэтому мы понимаем, почему апостол Павел умоляет церковь служить Богу. Потому что служение подобно жертвам. Потому что этот динст, который опфординст, очень похожий. Каждый артодоксальный еврей очень четко понимает, что такое посвящение Бога. В еврейской традиции, в еврейской традиции, каждый правоверный еврей, когда он просыпает с утра, он совершает одну молитву, который называется Шахарит. Эта молитва считается каждое утро. Суть этой молитвы, еврей открывает книгу Борешит, Батия. И он читает 22 главу. Эта глава говорит о жертвоприношении Исаака. Мы все прекрасно знаем с вами эту историю. И мы знаем, чем она закончилась. Я хочу назвать две причины, почему для промоверного еврея эта молитва очень важна. Первая причина. Когда он читает эту историю, мы знаем, что Бог пообещал Аврааму величайшее благословение, потому что Авраам сохранил свою верность. И евреи просят те благословения, которые Бог обещал Аврааму, пусть придет его жизнь. И вторая причина, почему это молитва очень важна. Каждый еврей сравнивает себя с Исаак, который добровольно принял решение, в том, что евреи от Бога, что Евреи просят Бога, стать ему жертвой для Господа. Эта молитва и сама история говорит следующее. Когда мы просыпаемся в утро, и встаем на колени и в книги мы должны искать воли Божьей, говорит Господи, что я могу сегодня для Тебя сделать? Господи, я хочу выполнить волю, как выполнил Исаак. Я хочу, чтобы моя жизнь стала жертвой для Тебя. Своими делами, своими талантами, способностями. Я хочу прославить имя Твое в этом мире. И с моим гадом, с моими способностями, с моими талантами will я Тебя имя в этом мире в этом мире. Во второй части первого стиха апостол Павел говорит о том, чтобы мы не преобразовались с миром все. что это означает? что мы не должны принимать форму или модель этого мира. У нас должен быть библейский взгляд на все происходящее. на все происходящее. Но как это возможно? Но есть ли это возможно? Невозможно не сообразоваться с миром всем, если ты не посвятил себя Господу. Только благодаря посвящению возможно второго этапа. Бог хочет, чтобы мы мыслили так, как думает Он. Бог хочет, чтобы у нас были те же самые чувствования, которые во Христе Иисусе. Иисусе. Когда мы читаем Евангелие, мы видим одну большую картину, мы видим, как Христос исцеляет людей. Мы видим, как Христос к битве, к ботнице, к ботнице. Мы видим его отношение ко всем людям. И история жизни Иисуса Христа учит нас, как мы должны прожить эту жизнь. Он оставил нам пример. И его земная жизнь это прообраз для нас, как мы должны жить. И его жизнь, как он видел, это для нас, это для нас, как мы должны жить. И для нас, как мы должны жить. Я буду читать послание Крембином с третьего стиха. И я буду читать послание Крембином с третьего стиха. По данной неблагодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно быть, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделит. Следующий стих, ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порзи один для другого членов. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчества, пророчествует по мере веры, имеешь ли служение, пребывая служение, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальскую сусердие, благотворитель ли благотворит с радуши. Субтитры создавал DimaTorzok 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 в этом заслуге Иисуса Христа. Он принес спасение по благодати. Как говорит апостол Павел в посланнике Фессианам, вера это Дар Божий. Он дал нам веру. Он дал благодать. И все, что мы имеем, это благодаря Иисусу Христу. Я вспоминаю проповедь апостола Павла в Ариапаге в Греции. Когда он стоял перед философами, проповедовал Евангелие, он произнес следующее. Благодаря Ему мы живем, движемся и существуем. Иисусу Христу. Представьте себе, все, что мы имеем, нахал Бог. Здоровье нам. Работу, жилье. Семью. И дал нам служение. Вот это инстинкт следует. И апостол Павел желает, чтобы у нас было глубокое осознание, и апостол Павел. И апостол Павел желает, чтобы мы были в Божьем. И апостол Павел желает, чтобы мы были в Божьем. И апостол Павел. И апостол Павел. Он учит нас, что мы должны думать о себе по мере верш. Что это значит – думать о себе по мере вера? Хочу сказать, что эта фраза встречается только в этой главе в Библии и больше нигде, что-то означает в этом контексте думать о себе по мере веры. Апостол Павел говорит в определенном контексте, связывая меру веры с духовными дарованиями. Апостол Павел говорит в этом контексте об сравнении с духовными дарами. И он сравнивает, или сравнивает, он сравнивает с духовными дарами. И здесь же он пересчитывает дары – учитель, пророк, увесчеватель, раздаватель. И затем он в различные дарами, как в Библии, Аману, Бабханцевский дар. Сейчас я хочу снова повториться. Хочу, чтобы мы снова обратили внимание на логику апостола Павла. Смотрите, как он смотрит на служение. Он говорит посвящение, преобразование. Третий элемент или ступень – это смирение. А теперь он говорит о дарах, о талантах. Апостол Павел это говорит в правильном контексте. Давайте посмотрим на себя. Мы все разные. И нас такими создал Бог. У каждого человека свой отпечаток пальца. Мой отпечаток пальца не похож на ваш. А ваш отпечаток не похож на мой. Когда мы идем по улице, мы видим цветы. Мы видим, что они разные. У каждого из вас структура цвета. Форма. Свой запах. И когда я вижу все это, это говорит, знаете о чем? Что Богу нравится разнообразие. Бог – это черта его характера. Ему нравится разнообразие. Он великий мастер. И так само в церкви. И так само в церкви. И так само в церкви. Каждый из нас, каждый из нас, имеет свой дар. Имеет свой дар. Тот дар, который имеешь ты, не имеет другой человек. И Бог хочет, чтобы мы своими дарами служили друг другу и служили обществу. И так само в церкви. И теперь я хочу привязать дар к посвящению. И теперь я хочу привязать дар к посвящению. Я хочу тебе сильно служить. Что я могу сделать для тебя? А Бог говорит, у тебя есть дары. У тебя, возможно, есть дары учителя. Евангелиста. Пастор. Можем дальше перечислять. И Бог хочет, чтобы ты был верный Ему в том даре, который Он тебе дал. Я хочу привести вам такой пример. Давайте представим, что Бог Маркусу дал дар учителя. А мне Бог дал дар евангелистам. Ответьте на вопросы. Кто будет больше успешен в даре учителя? Я или Маркус? Кто будет больше успешен в даре евангелиста? Почему? Потому что Бог ему дал дар учителя. А я буду больше успешен в даре евангелиста? Это не одно и то. Они иногда пересекаются, но не одно. Я сейчас не об этом. То есть Бог дал нам каждому дары. И Бог хочет, чтобы мы в том даровании, которое Он дал нам, и Бог wünscht sich, что мы именно в даре учителя были особенно посвящены Ему. Это не говорит о том, что если Бог мне дал дар учителя, я буду ему посвящен только в этом, а в остальном не буду. Бог хочет, чтобы мы были Ему посвящены во всем. Но особенно в своем даровании, особенно в своем даровании. что нужно нам для этого? Нам нужно молиться Богу и просить, чтобы Господь показал нам дар, который он нам дал. Мы должны понять очень важную деталь. И мы должны быть в целом, что в теле Христовом, в теле Христовом, людей без здоровья нет. И мы должны быть в целом, и 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 в целом, мы все собрали здесь. Мы все разные. Но нас объединяет вера единого Бога. И это осознание, это осознание, это осознание, Мы должны сказать Богу, мы должны сказать Богу, Боже, ты видишь меня, ты видишь мои способности, мои таланты, ты видишь мои способности, мои таланты, и я прошу тебя, помоги мне, найти себя в теле твоей, и я хочу служить тебе. Идаран Апостол Павел сравнивает церковь с телом, с органами, которые каждый выполняет свою функцию, работу, это очень удачное сравнение, для того, чтобы организм хорошо работал. Апостол Павел говорит о том, что все органы, которые есть в нашем теле, они очень необходимы. Все органы производят сильную работу в организме, чтобы организм хорошо работал. Апостол Павел говорит о том, что мы не можем полноценно существовать друг без друга. Апостол Павел говорит о том, что мы не можем полноценно существовать друг другу. Мы не можем полноценно существовать друг другу. Потому что в единстве силы. Когда мы работаем все полноценно со своими талантами, мы можем сделать гораздо больше, чем мы делаем, чем мы делаем. Апостол Павел говорит о том, что мы не можем полноценности. Апостол Павел говорит о том, что мы не можем полноценности. И для выполнения этой великой задачи, великого поручения, нам нужны ресурсы, таланты, а самое главное посвящения. Потому что если нет посвящения, если ты не стал жертвовать для Господа, если ты не стал жертвовать для Господа, ты не будешь успешно своей миссией, ты не сможешь преобразовать свою Расу, у тебя не будет смирения, ты не сможешь найти свой талант, и ты не можешь найти свой талант. Невозможно обойти посвящение и стать успешным служением и успешным служением. Вначале он говорит, «Господи, я хочу быть жертвой для Тебя». Мы часто любим слушать проповеди, великих проповедников, слушать лекции известных учтений, но мы очень часто забываем о том, что пришлось пройти этим людям, чтобы достичь их. И мы всегда забываем о том, что эти люди все путешествовали, что они все путешествовали, что они проводили время в молитвах, в постах, в учениях, или учениях. Они занимались этим постоянно и занимались этим постоянно. У нас есть такая поговорка, под лежачий камень вода не течет. Чтобы результат был, нужно работать. И так во всем, не только физической жизни, но и в духовной. Невозможно слушать по телевизору великого проповедника, и самому лежать на диване, ничего не делать, и говорить, я хочу быть таким же. это невозможно. Это невозможно. Мы все вместе восхищаемся служением апостола Павла. Его миссионер с ними путешествует. И когда мы смотрим его жизнь, мы видим, он постоянно был актив в служении Бога. Он ходил и проповедовал, и утверждал церковь. И мы говорим, почему апостол Павла достиг так много в духовном плане? Он говорит, я стремлюсь познать Христа, как Он меня познал. Он говорит, я стремлюсь познать Христа, как Он меня познал. Павел, откуда такая жажда и такое стремление к познанию Бога? Откуда такая самоотдача и самоотвержение? Ответ, он стал жертвой для Господа. Я хочу, чтобы мы очень глубоко задумались над словом «Жертвой для Господа». И я желаю, что мы очень глубоко надеемся над словом «Опфор для Господа». Именно из «Жертвы» начинается христианская жизнь. Это христианская жизнь. Это христианская жизнь. Давайте, когда мы будем просыпаться каждое утро, мы будем просить Бога, мы будем просить Бога, «Боже, что ты хочешь, чтобы я сегодня для тебя сидеть?» У каждого из нас очень много друзей, родных и близких, которые не знают Господа. Сегодня очень модно проповедовать, нужно ехать в Африку, или куда-то в Индонезию, или куда-то в Индонезию, или куда-то в Индонезию, тут 200 метров отойти от общины, это фольдер, 200 метров, за геем, как у нас, многие люди не знают, кто такой Иисус Христос. «Кем не церап?» «В познании Его» «Наша миссия в этом городе» «Данести благую Весть» «В каждой Донезию». «Идин Едус Христос» Эта миссия возложена на вашу общину, и местная община – это надежда вашего Города. Что нам нужно для этого? Посвящение, любовь к людям и постоянное стремление проповедовать Евангелие на том месте, где я нахожусь. Я хочу, чтобы мы вместе помолились за город, в котором живем. И я хочу, чтобы мы вместе помолились за город, в котором живем. И мы просим тебя, помоги каждому из нас стать жертвой для тебя. Мы хотим выполнить миссию, которая ты нас призвал, мы хотим спасти погибающих, которые не знают тебя. Ты видишь, что мы все разные. Но у каждого из нас есть свой талант. Каждый из нас является носителем Божьего присутствия. И мы просим тебя во имя Иисуса Христа. Используй наши таланты, наши ресурсы для спасения родных и близких. Используй для спасения города. А также просим тебя. Преобразуй наши мысли, чтобы мы на мир смотрели так, как смотришь ты. Чтобы у нас были такие же чувствования, которые были у Христа. Дай нам больше любить людей. И чтобы они переживали эту любовь. Как люди переживали любовь, когда встречались с тобой. Пусть проявится Христос в наших мыслях, в словах, в делах, во всем. Певаем во имя Иисуса Христа. На призу крести. Аминь.